Всем привет, на связи Борис Соколов с сайта vizasam.ru И давайте в этом видео я вам расскажу, какая погода в Доминикане весной, стоит ли сюда ехать весной, и дам советы по отдыху в марте, в апреле и в мае. Итак, все коротко, без воды. Смотрите, сезон в Доминикане, такой основной начинается с октября по апрель, но первая половина октября, вторая половина апреля такой переходный сезон, когда во второй половине апреля уже могут начинаться сезон дождей, потихонечку дожди начинаться, ветра и водоросли приплывать. Идеальное время для отдыха. Это весной, вообще зимой тоже считается, январь, февраль, март. В марте погода отличная, еще не так жарко. Где-то погода в Доминикане 28 примерно градусов, 27-28 средняя температура. Температура воды тоже 27 градусов. Отличное время для отдыха нет никаких ветров, нет никаких дождей, нет ураганов, нет водорослей. Но что в это время, когда время отличное? Во-первых, 8 марта праздник, он, кстати, в Доминикане отмечается. Люди его празднуют. Ну, может, не в Доминикане, но в отелях, в том числе русские, русскоязычные многие едут, а у американских школьников, студентов, это еще один большой контингент, которые едут отдыхать в Доминиканду и у самих доминиканцев, у самих студентов, школьников, то есть Доминиканы, которые едут отдыхать на курорты у богатых. В это время начинаются каникулы. Поэтому цена на отдых всегда в это время часто очень высокая. Ну, или просто высокая. Опять, если вы найдете хорошую цену, или если вас устраивает та цена, которая есть, по погоде это отличное время. Чем еще характеризуется март? В Доминикане в феврале, в марте приезжают, ой, конечно же не приезжают, а приплывают для размножения горбатые киты. Их можно увидеть в заливе около Саманы. Вот те туристы, которые поедут на экскурсию, либо сами в Саману, экскурсия называется «Три в одном», посмотреть там цены, выбрать у кого-то, можете по ссылочке ниже, там будут даны цены на предложение от экскурсии от разных людей, там компаний. В одном месте все сравнено, и будет сравнено, и вы сможете посмотреть. Ну, так вот, это отличное время, и вы можете увидеть горбатых китов в живой природе. Апрель. Смотрите, апрель, такой считается у них переходный месяц, бархатный сезон, можно сказать, уже не такой крутой, как, допустим, марта, или февраль, или январь. Ну, и не совсем плохой, то есть еще дождей нету, сезон довольно в мае где-то начинается. Первая половина апреля также все замечательно, хорошо, но цены еще такие же могут быть, как в марте. Что еще происходит в апреле? В апреле у американцев, у доминиканцев, у других жителей этого региона, пасхали, каникулы могут быть. А когда праздники, цены на все повышаются. Ну, это всегда попробуйте улететь на Новый год, цена всегда будет раза в два дороже. Практически. Чем, допустим, вы полетите 11 января? Конечно, не относится к зиме, но вот вам совет, летите, например, к погоде в доминикане весной. Если вы летите отдыхать зимой, летите, допустим, отдыхать 11-12 января. То есть у вас есть возможность, цена всегда ниже, чем все предыдует. Там вторая половина декабря, январь, самая замечательная цена в зимний период времени. Ну, так вот, в апреле также у американских школьников, студентов, да и просто у всех людей начинаются пасхальные каникулы. Естественно, пасха, отдых, все едут отдыхать, цена тоже может быть большая. Вот смотрите, если во второй половине апреля, тут даже дожди-то, в принципе, первых сезон, все-таки основной летом, они, если могут быть, ну, польют, вот сейчас как раз пасмурно за мной, они, допустим, польют, ну, может быть, пасмурная погода, польют минут 20, там, 25, 30, через пару часов может солнышко вылететь, то есть таких, что они на весь день льют, такого нету. Ну, вот, что еще, если у вас посмотрели, посмотрите обязательно. Водоросли, это сезон водорослов, он какой-то переменчивый, но с мая до октября, не до середины октября эти водоросли. Почитайте отзывы, самое главное, чтобы в это время не было водорослей. Если почитали отзывы, что нет водорослей, причем водоросли, вот, два дня назад они были, сегодня их нету. Они такие, то есть, надо читать, перед тем, как вы едете. Если нет сезона водорослей на пляже Доминиканы, можете тоже ехать. Май, вот, второй половина апреля, и начиная к лету, цена становится все ниже, ниже, ниже. Почему? Потому что в мае, как я вам уже говорил, начинается сезон дождей, уже такой сезон, тут даже не то, что идут дожди, начинается дожди, я уже вам говорил, не слишком протяжны, но начинается сезон, вместе с дождем, сезон ветров. Дождь, ветер, поднимается море, такое, во-первых, грязь в море, поднимается пыль, песок, во-вторых, эти водоросли как раз могут начинаться и приплывать в Доминикан. Очень часто люди ездят на майские праздники, как раз попадают, что эти водоросли целыми кучами приплывают и лежат на берегу моря. Поэтому цена ниже, но из-за условий для отдыха уже становится жарче. Температура в мае где-то достигает 30-32, то есть в среде где-то 28-30, то есть на пару градусов теплее, чем в марте, на 3 даже градуса. Вода где-то 28, еще теплее становится, ну, может уже вот такие цвести, там водоросли всякие быть. Поэтому какой мой вам совет? Если вы хотите лететь в Доминикану весной, летите, допустим, летом, если вы хотите, ой, летите в марте. Если вы хотите совместить отдых в Доминикане весной по соотношению цена-качество, летите во второй половине апреля, посмотрев перед этим, что нет водорослей. Если вы хотите лететь по максимально дешевым ценам, летите в мае, но будьте готовы, что в мае в море будут плавать водоросли, будет уже жарче, уже ближе к летней температуре. Тут еще влажность повышается, тут очень влажно всегда, когда, естественно, идут дожди, становится еще более сильная влажность. Но вы поедете по более выгодной цене. Если вы едете в мае, смотрите, водоросли, они в Атлантическом океане приплывают из Саргасового моря, есть такое море без берегов, которое расположено в Атлантическом океане. Вот такой интересный факт. И вот эти Саргасовые водоросли, их даже назвали, что они приплывают с этого моря. Но Доминикана омывается и две ее части, одна Атлантическим океаном, другая Карибским морем. Едете на курорты, которые расположены на Карибском море. Это курорты Баеби, Бока Чика, Лара Амана, чтобы не было этих водорослей. Кстати, вот Санта-Доминго, столица Доминикана, расположена тоже на Карибском море. Когда здесь были водоросли, ты ездишь, там море голубое, классное, но там вообще нет пляжей. Вообще просто нет городских пляжей. Доминиканцам не надо там купаться, они сидят на берегу моря, скалистые такое. Причем захода вообще никого нет. Море голубое, они сидят на берегу, кушают, едят, и им оно вообще не нужно. Они особо сильно не понимают, в чем такое удовольствие купаться в соленой воде круглогодичной. Вот такая вот погода в Доминикане весной. С вами был Борис Соколов с сайта визосаб.ру. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И до встречи в следующих видео. Все, всем пока-пока!